МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Мир – головная каштовность, заклик спынить насилля, повинен быть почутый. Найбуйнейшая выставочная и гандлёвая пляцовка. У Мазыры открылся 15-й республиканский кермаш «Палеская скарбница». Не сбавлять темпу, 5 районов в области завершили уборку зерневых. Самые привабные – центр моды «Хрустальная нимфа» рыхтует у дельниц регионального конкурса «Прыгажості». А зараз обгэты меньшим, больш падрабязна. То, что выкликает горыч и смуток. Ситуация, якая складывается у Беларуси после президентских выборов, примушая кожного з нас задать себе питание. Для чего это? Якое есть выездие? Два последние дни акции стали мирными. Замес сутычек – ланцухи людей с кветками и просьбами спынить насилля. С таким же закликами просьбы отмовиться от жорсткости и выездие на конструктивный диалог, звертаются коллективы организаций и предприемств. А кроме того, випадково затриманных начали выпускать на свободу. Про цех темы далее в материале наших корреспондентов. Хваливания в Беларуси начались еще до обвешения выникнов выборов. После закрытия участков для голосования многие начали сбираться в протестные митинги. В наступные дни они перетворились в справедливые беспорядки с потерпелами как с боку правоохранителей, так и с боку граждан. В четверо-пятницу акции стали мирными. Люди сбираются на улицах с кветками и плакатами, в которых заклик спынить насилие и признание любовь к своей стране. Люди в ланцугах кажут об том, что стомились от агрессии, я наполохая. Диалог повинен стать мирным. Прекратить насилие, прекратить этот беспредел. Мне это надоело, я уже насмотрела всего с балкона. Я хочу, чтобы наконец-то наступил мир. Просто хотим честно жить свободно. В стране для счастья, для жизни, в островке безопасности. Мы не хуже других стран. Мы, может быть, белорусы лучше. Мы честные, мы трудолюбивые, мы красивые. Я за них, я за людей, за всех людей Белоруссии. Хотя я сам и родился в России. Я в союзской стране родился. Поэтому я люблю страну нашу и буду ее отстаивать. Я очень люблю ее. Мое мнение, надо услышать людей, народ, пойти на диалог, остановить кровопролитие на улицах. Со следующих изоляторов пришли выпускать тех, кто выпадково оказался на местах проведения протестных митингов, которые сопроводжались беспорядками. После доставления многие граждане были отпущены. Но есть один очень важный момент. До процесса задержания, до момента задержания, с группой лиц, которые принимали участие в протестных акциях, проводилась определенная развесительная работа. То есть сотрудники не только в форменной одежде, даже с жилетами пресс-служба нашего управления внутренних дел и районных отделов внутренних дел, предупреждала о том, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство и какие меры будут непосредственно приняты, если не прекратятся подобные действия. Поэтому та часть, которая была задержана случайных людей, она очень незначительна. Безусловно, подавляющее большинство граждан, которые были задержаны, составлены административные протоколы, это непосредственно, которые умышленно принимали участие в этих акциях. Определенную категорию, была проведена разъяснительная работа, определенная категория, значит, тех, кто неактивно участвовал и просто-напросто, ну, какими-то своими неактивными действиями принимал участие в этих мероприятиях, отпускался. В ряде других разбирательств составлялись административные материалы, подготавливались и направлялись в судебные органы, и принималось определенное решение. Либо штраф, либо же административный арест. Той категории, где было назначено наказание в виде административного ареста, они направлялись в изолятор временного содержания. В связи с тем, что все-таки большое количество было и возмущений, и в целом несогласия, и, учитывая все-таки сложившуюся ситуацию, в обществе Министерство внутренних дел, управление внутренних дел, Голомельского исполкома идет навстречу данной категории задержанных лиц и принимаются решением об освобождении из изолятора временного содержания после проведения определенной разъяснительной работы. Для них те, которые непосредственно понимают чувство ответственности и осознают те действия, которые им были предприняты. Побач со следшим изолятором на книжной десятки человек. Это родные, сябры затриманных. Многие тут с самой ранницы. Некто уже дочекался своих и поехал до дому. Остатние – с нетерпливостью глядять на вороты изолятора. Кого вы ждете? Сына. Сыновей. За что попал? Был 9 числа на площади. Просто гулял, скажем так, с друзьями. Все, уже собирался домой. Все, что я знаю, больше ничего не знаю, что он там. Ничего не знаем, откуда вы что-то гуляли. Мы знаем, я только знаю, что он позвонил утром и сказал, что я в милиции, мама. Все, больше. Ну, потом сообщил СМС, что находится ВВС на Борисенко. Больше информации. Потом связан. Все. Он с 9 числа находится здесь. Литерально про 20 хвилин после приезда нашей сдымочной группы отшинились вороты, с яких отразу обдымки своих сябров и родных вышли некольки ранее затриманных. Кажут, что обыходили с зимой изоляторы нормально. Не было насилия и жёсткости. Але морально было, сразумело, вельми тяжко. Многие оказались тут, саправдой, випадково. Ось до этого юнака со слезами притулилася маті. Нарешті дочекалася. Получается, шёл, мы гуляли, получается, с друзьями по универмагу, ну, в сторону универмага. Потом мы возвращались обратно, и друзья пошли в сторону площади на остановку. Я через Ирининскую пошёл домой. Ну, я на зипе живу. И выбегает там он, просто меня хватает, и всё. Это когда было? Это было 11 вечером. Самое тяжкое, кажут люди, – это недохоп информации. Не усе ведут, де докладно знаходятся их близки, и як я на себе отшуваюць. Каб вырошить питання, сёня во управлении внутренних справ почав працавать круглосуточный телефон горячей линии. Его номер – 96-74-47. На сегодняшний момент существует горячая линия Министерства внутренних дел. Есть телефон этой горячей линии. Надеюсь, вашей помощью он тоже будет продемонстрирован для жителей Гомельской области. Позвонив туда, можно узнать о местонахождении того или иного задержанного лица. Дараче, за то, что были затриманы невинные люди, які выпадково оказались в местах несанкционованных протестных акций, приняв на себе отказность министр внутренних справ в Беларуси Юрий Караев. Вы ведь не будете отрицать, что всё-таки иногда сила могла быть применена не по адресу. К сожалению. К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению. При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействует на тех, кто специально на это шёл и на тех, как я говорил, кто оказался рядом, не ушёл вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, ну, как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Мирное решение любых конфликтов – один из шлях, який может привести до меты. Остатнее – это насилие и неоправданная жорсткость, нежадание почуть один одного и выйти на конструктивный диалог. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». В Гомеле затримали мужчину, який спочатку удельничал у протестах у Минску, а потом приехал у прямым сенси громить Гомель. У нашим областным центре он выросил схаваться от покаранья, якое ему погрожало за агрессивные поводины у столицы. Семь годов тому он уже отбывал термін за продаж наркотиков. Свои злочинные пригоды на этот раз 32-годовый минчанин почал с разгрома магазина у Краньевцы. Он зайшов у краму, натиснул тревожную кнопку, затем вернулся до машины, достал топор и почал рубить у выходные дверы. Далее разбил шкло у пропаркованным побоча автомобиля, потом поехал у Климовку. Там спынился, каля ваховой, и почал погрожать топором двум работницам сельхозпродприемства. С незразумелой метой забрал усе документы, яке были на столе. Забрал, на столе лежали там накладные, журналы ведущие все эти, которые там ведется движение всей нашей нашей этой продукции. Все вот это забрал, согрел журналы и сел ее, поехал. Какие документы и зачем вы забрали у них? Все, что лежало на столе, я не знаю. Просто профиляторы там, всякие, ну знаю. Зачем? А вы сегодня употребляли? Да, пиво. Что? Водку и пиво. А потом сели пьяно за руль? Да. После этого злочинца протягнул свое подорожье. Накировался у Залипья. По дороге подрезал такси, якое за этого вылетело на зеленую зону. Увезцы злочинца хотел, як потом высветилось, поглядеть место, где ранее отбывал покарание. В этот час по ориентировке обзяснений хулиганства и ДТЗ працавала милиция. Инспекторы зауважили покинутый автомобиль и мужчину, який садзился у автобус. На наступном припынку меньшанина затримали. У покинутой им машине правоохоуники знайшли топор, дубинку, знятая за автомобиля, регистрационные знаки. По всех фактах узбуджена криминальная справа. Гомельская областная организация Белорусского союза Жанчин сегодня звернулася до всех жихарок региона. Тая агрессия, хваля которой проходят по улицах наших городов, болью отдаётся у сердца кожной Жанчины, говорится у Звороте. Зворот областной организации подтримали у широку организаций и предприемства у Гомельщины. Жанчины звертают увагу. Наша краина не одночас становилась пляцовкой для мирных переговоров. Потому что мир, спокой, взаимоповага и взаиморазумение, толерантность, ГТТ, каштоуности, які зауседы были важными для беларусов. И сегодня все наши разноголосы необходимо обмерковывать только у конструктивным диалогом. Очень больно наблюдать за теми событиями, которые происходят в нашей стране. Беларусь – наш общий любимый дом. Всегда мирный, всегда самый хороший, благополучный для всех беларусов. И мы, Белорусский Союз Женщин, призываем всех вас прекратить те события, которые проходят у нас в стране, перейти к мирным переговорам, подумать о наших детях, о нашем мирном будущем, о нашей счастливой, спокойной, мирной Республике Беларусь. Протягиваем выпуск. У Мазары открылся 15-й республиканский кермаш «Полеская скарбница». Его мы это продемонстрировать досягнение мясовой промысловости. Все лет так это одиная у регионе масштабная выстава, якая проходить у традиционном формате. За ходом мероприемства сочили наши корреспонденты. На юбилейной выставе каля 50 вытворцев. У основным – мазырские предприемства. До речи, город над Припятью находится у троицы буйнейших промысловых центров региона. Продукцию «Мазыран» добра ведают не только в Украине, а и далеко за ее межами. 74% вытворчасти едет на экспорт. Тому удельники и организаторы кермашу ведают, есть, чем гонориться. Это на церемонии открытия отзначил и старшиня Гомельского облаканка Магинац Соловей. Организаторы зарабили кермаш максимально разностайным. Тут представлены не только досягнение промысловости и бизнесу, аллеи вырыбы рамесников. Глобальная задача – показать велич и прыгажость Мазырского края. Мазырщина – настолько уникальный и красивый край, поэтому всегда мы привлекаем сюда уже и ремесленников, и те организации, которые могут показать культурное наследие этого региона. То есть мы максимально стараемся, чтобы она была разноплановой, чтобы и жители этого города, и региона, и наши иностранные гости, чтобы они увидели вот всю эту картинку и всю эту прелесть беларуского Полесья. Полесьская скарбница протягнется до 15-го жнивня уключна. Выстава рады уже хоровых гостей города, не глядяши на внешние обставины. Утым лику пандемию. Таму и предприемства, и улады разумеют. Перешкод на шляху нема. 34 краины отримали от Беларусской гандльовой промысловой палаты заявки на супрацовничество с представниками местовой промысловости и бизнесу. Есть условия и перспективы для дальнейшего развития. Миколай Скинціян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Уборочная на Гомельщине выходит на финишную промою. Постанена сегодняшнюю ранницу зерневая культура в регионе, убранная на больше 90% площадок. Полностью ж него завершили у пяти районах в области. Гомельским, Добружским, Лоевским, Мазырским и Нравлянским. На финишной промойсель газпродприемствы Брагинского, Речицкого, Хойницкого и Житковицкого районов. На сегодняшнюю в области убрали 90,6% площадок и намолотили свыше 830 тысяч тонн сбожжа. Середняя уроджайность перевышает леташнюю большим на 20%. При этом у господарках четырех районов она высшая, чем 30 центнеров с гектара. Молодые красуни. У Гомель приехали девчонки, которые претендуют на титул «Полеское пригожение-2020». Финалисты крыхтуют до шоу у центра моды и пригожостя «Хрустальная нимфа». С ними познайомилась Ганна Корольчук. 11 девчонки в возрасте от 17 до 25 годов будут змогаться за корону и гоноровый титул «Полеское пригожение» подчас фестивалю этнокультурных традиций «Клич Полеси» в Лясковичах. У першиню конкурс «Прыгажуйся» с Роджихарок-Полеских районов пройшел в 2014 году. Все лето после онлайн-кастинга для удела в финале организаторы обрали двух представниц с Брэшчины и девять с Гомельщины. Многие из их ранее не имели подобного опыта. Некоторые в этом году пройшли кастинг национального конкурса «Прыгажуйся мисс Беларусь» и так само чекают удела в финале. Изначально была мотивация показать, что спортсмены могут быть не только спортсменами. То есть можно быть и умной, и красивой, и спортивной. Я работаю тренером по конному спорту. Да, у меня есть детки. Мы с ними организуем летом походы. Мы ходим походы с ночевкой. В этом году мы сплавлялись на байдарках. Это было, правда, быстро, однодневно, но очень понравилось, весело было. Хотелось бы просто показать себя. На победу я, по крайней мере, не настраиваюсь, но если так получится, буду очень довольна. Впечатления от всего происходящего, только наилучшие. Девочки все дружелюбные, все хорошо к друг другу относятся, никто никого не обижает. Я училась в Столинском колледже. Закончила в этом году. Приступила к работе с августа. Работаю бухгалтером в колхозе. Увлечения я люблю читать. Занималась тоже спортом, легкой атлетикой. Люблю очень танцевать. У нас был в колледже свой танцевальный коллектив. Мне нравится это. У Гумеля девочки проведут три дни. За этот час им нужно научиться мастерству дефилей, позированию. Финал конкурса в этом году присвятят белорусской мифологии. Девочка чекает три тематичных выхода. Есть что посмотреть, есть на чем поиграть. Наши девочки пристанут в трех разных образах. Будут на сцену и в образе хранительницы Янтарного замка. Будут лесными нимфами. Но в Беларуси не нимфы, наверное, называемых зазывалами. Потом и завершающий финальный выход. Это будет нежный образ девушки Полесья. Сценарий конкурса допомагал рихтовать гомельский поэт Вячеслав Ядранцев. Под час творчого выпробования Полеськие пригожи не будут декламовать его верши на тему белорусской мифологии, как показать жюри свои актерские сдольности. В худшем часе на сайте Центра моды и пригожости «Хрустальная нимфа» появится ссылка на голосование за приз глядацких симпатий сирот девочин. Ганна Кральчук, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Это и другие новины. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Пару курьеров интернет-магазина наркотиков задержали на автовокзале в Гомеле. При себе у них было обнаружено вещество белого цвета. По заключению эксперта, изъятое около 50 граммов особо опасного психотропа альфа-ПВП. Как пояснили задержанные, они розничные курьеры одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В Гомеле задержанные забрали оптовую партию психотропов и намеревались сделать закладки для потребителей в Минске, рассказали оперативники. Возбуждено уголовное дело. 24-летний мужчина был ранее судим за хулиганство. 26-летняя минчанка была судима за грабеж и уклонение от содержания детей. В Петриковском районе произошло ДТП, в результате которого водитель оказался зажат в салоне авто. Водитель микроавтобуса Volkswagen T4 в деревне Беседки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок. Мужчина оказался зажат в салоне. Его деблокировали спасатели. Водитель госпитализирован. В Речицком районе в результате пожара повреждена камера предприятия «Безопасные дороги Беларуси». Рассматривается версия поджога. Напомним, вчера аналогичное происшествие зафиксировано в Житковичах. Поджог стал вероятной причиной возгорания и в Лельчицком районе. В результате пожара уничтожены кровля и потолки, повреждены стены и имущества внутри нежилого деревянного дома. Также уничтожена кровля и повреждены стены хозяйственной постройки. Пострадавших нет. Еще один пожар зафиксирован в Будокошелевском районе. Повреждены кровля и стены бани. Обошлось без пострадавших. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. А в Речице по улице Григория Ширмы произошло ЧП в четырехкомнатной квартире на шестом этаже жилого дома. Пострадавших нет. Основная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище «Борщевка» войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 17 по 21, с 24 по 28 и 31 августа. Время с 10 до 20 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Полгода без баскетбола. Гомельские «Рыси» продолжают подготовку к новому сезону, старт которого намечен на конец сентября. Прошедший укороченный пандемией чемпионат страны гомельские баскетболистки завершили на восьмом месте. В грядущем намерены быть на несколько ступеней выше. Мы начинаем возрождение женского клубного баскетбола в Гомеле отмечать главком «Рыси» Анатолий Рогозенко. Из года в год лучшие воспитанницы гомельского баскетбола отправлялись на учебу в Минск или Гродный. Оттуда уже не возвращались, оседая в местных клубах. Переломить эту тенденцию задача тренерского штаба команды и руководства Гомельского областного клуба по игровым видам спорта. Для этого создается инфраструктура. На основе команды на будущий сезон ученицы 10-го спортивного класса. Под ногу им несколько девчонок постарше и опытные Марина Раковская, Ирина Древаль и Анна Хацкевич. Игроки приезжают и уезжают, а хочется, чтобы все оставались. Поэтому у нас вся команда перешла в 10-й класс практически. Значит, они будут до 11-го здесь. Затем мы планируем поступление в университет. И значит, что команда останется и будет уже с этой команды. Начнется возрождение нашей женской команды. Потому что основные игроки уже остаются. Основные, как говорим, паровоз, который тянет весь баскетбол. А там уже будет поступать у нас. Идут за следом, за пятым. Идет шестой, седьмой год хорошие девочки. Призеры первенц страны, закаленные в юношеских стартах. Девчонки будут состязаться с профессионалами. Некоторые уже имеют опыт выступления в чемпионате страны. Кстати, нагрузку в молодежных первенствах со спортсменок никто не снимает. Чемпионат будет тяжелый. Потому что, я говорю, кроме того, что они играют в высшие лиги, будут играть в высшие лиги, а они в основном будут играть все. Потому что у нас этот состав есть. А у них, кроме этого, чемпионаты республики, у них олимпийские молодежи, спартакиады, школьники, первенства области, Лавянская лига, Кубок Феникса. Что, накладки есть. И тем не менее, у нас 12-13 человек, которые в обойме. Надеемся, что все получится. После остановки чемпионата в марте гомельская команда тренировок не прекращала. Небольшой отдых баскетболисткам дали в июне. Сейчас они работают в основном на базе областного клуба по игровым видам спорта, где созданы все условия. В июле месяце в нашем учреждении ввели в эксплуатацию тренажерный зал с современным оборудованием. Это еще одно подспорье для качественной подготовки наших спортсменов, наших команд и комплексной подготовки для участия в соревнованиях. Стартует в чемпионате Беларуси гомельские рыси 27 сентября матчем против столичных цмоков. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.